Приветствую вас и для примирения есть несколько общих и несколько специальных моментов. Начнем с моментов общих и скажем так, что для того, чтобы помириться с мужчиной, вам необходимо в чем-то с ним согласиться, в чем-то ему уступить. Если у вас, именно у вас, есть желание идти на примирение, то есть тот, кто идет на примирение, тот, кто выступает инициатором этого примирения, он и в чем-то уступает другому. Без уступок, без инициации процесса поиска компромиссов, а компромисс невозможен без уступок, примирение невозможно. Дальше, второй момент общего вида, который бы мне хотелось отметить, это необратимость уступки. Слово, конечно, не очень хорошее, оно связано, знаете, с таким негативным смыслом, вот необратимость, возможно, вернуться назад. Это, безусловно, понятно, но главное, основное, для того, чтобы отношения сохранить, нужно в первую очередь понять. Вот вы на уступку какую-то пошли, как-то вот в общем-то наступили, и с этого уходить нельзя, с твоей точки зрения относительно этого менять нельзя. Потому что, ну, если вы измените, то, соответственно, измените свое отношение, и доверие между вами будет подорвано. Это были такие общие правила, общие элементы, а, собственно говоря, специальные заключаются уже конкретно к вашей ситуации, и они применимы в большей степени именно только вот к вам, и в первую очередь связаны они вот с чем. Если вы хотите помириться с вашим мышцами, то, соответственно, если есть примирение, то есть ссор. Причина ссор, необходимо, необходимо выявить причину ссор, да? Необходимо понять, почему эта ссора произошла, размолвка произошла, в чем принципиально, принципиально расхождение взглядов именно в этой ссоре, и кому проще уступить. Здесь, как вы видите, происходит перекличка с общим правилом, но при этом в данном случае уступает не тот, кому проще уступить, исходя из ситуации, а уступает, то, по идее, проще, уступает, по идее, тот, кто меньше теряет. И здесь мы подходим к одному вопросу. Вот вы хотите помириться с своим мужчиной, почему? Ну, потому что, допустим, вы его любите, да, вы хотите с ним быть, у вас есть отношения, вы не хотите их потерять и так далее, то у вас есть желание, хорошо? Есть ли такое желание у мужчины? Хочет ли он, так же, как и вы, помиритесь? Готов ли он делать что-то ради этого? Потому что, если нет, то получается, что вы все время, раз за разом, будете, простите, пытаться примириться, простите, в чем-то уступать, а эта уступка, она будет для мужчины с их менее и менее ценностью. Потому что он знает, что, чтобы было по его, как-то, как хочет он, достаточно, в общем-то, немного. Достаточно всего лишь с вами поссориться, а вы потом будете стремиться помириться с ним, и ради того, чтобы помириться, сделайте все, как он хочет. Согласитесь, это не то, что отвечает вашим интересам. И, чтобы подобных моментов не было, чтобы подобных эксцессов не происходило, вы не понимали, что, если такого желания, равноценного вашим, у мужчины нет, то отношения, в большей степени, односторонне. И, в данном случае, вы их будете тянуть на себе. И, если вас это устраивает, тогда это ваше право, ваше право, ваш выбор. Но, если нет, то мириться с мужчиной, по крайней мере, во второй раз, если вот это был первый, допустим, во второй раз, уже не стоит. Хватит. Если хочешь помириться, пусть это сделает он, мужчина. Потому что в ссоре, в любой раз мозгу, всегда виноваты оба. Но, если будете делать это только вы, то таким образом вы будете себе вредить. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.